ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Бензин и дизельное топливо в начале 2018 года дорожать не будут, так считает Федеральная антимонопольная служба. Представитель ведомства отметил, что повышение акцизов с 1 января рынок отыграл, то есть цены уже выросли. Добавлю, что увеличение стоимости горючего в выходящем году превышает инфляцию примерно в два раза. ТРАССА СТО ОДИН Госдума приняла во втором чтении законопроект, увеличивающий лимит выплаты по Европротоколу, до 100 тысяч рублей. Сейчас 50 тысяч. Кроме того, документ предусматривает создание мобильного приложения для самостоятельной фиксации последствий ДТП и отправки этих данных страховщикам. Однако такой сервис будет доступен пока только в Москве, Санкт-Петербурге и соответствующих областях. Ещё в одном законопроекте, одобренном Госдумой в окончательном третьем чтении, говорится о существенных дорожных изменениях. Среди прочего, он разрешает региональным властям ограничивать движение авто в определённом месте и в определённое время. Запрет может распространяться, кстати, не на все машины, а только на те, которые обладают низким экологическим классом. Ещё одно новшество – обустройство платных парковок во дворах, если на это согласны жители домов. ТРАССА-101 С производством и продажей незамерзающей жидкости для стеклоочистителя у нас полный бардак. Роспотребнадзор провёл масштабную проверку предприятий, выпускающих омывайку, и изъял десятки тысяч литров продукции. Причина одна – метанол. Напомню, что по закону для производства незамерзайки у нас может использоваться только изопропиловый спирт. Теперь недобросовестные изготовители и продавцы жидкости обязаны заплатить миллионы рублей штрафов. В начале следующего года должно стартовать серийное производство «Лада Веста Спорт». Машина будет оснащаться тем же мотором объёмом 1,8. У обычной версии есть ещё 1,6. Но с увеличенным количеством лошадиных сил – 150. Плюс, как это обычно бывает, автомобиль получит колёсные диски большего размера, аэродинамический обвес, уменьшенный клиренс и перенастроенную подвеску. Да, чуть не забыл про крышу чёрного цвета. Сколько будет стоить новинка – пока неизвестно. На этом всё. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101